Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Говорить мы сегодня будем о природе, говорить об охране, о тех обитателей животного мира, которые присутствуют в достаточном уже, слава богу, количестве Амурской области. Расскажет нам об этом Юрий Гафаров. Это директор общественной организации Амурский социально-экологический союз. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Я вот так после разговора с вами, я уже как-то оптимистична по отношению к нашему животному миру, все оказывается не так плохо. Вот буквально в прошлом году говорили о том, что что-то там исчезает, а вот в этом вроде как все в порядке. Но прошлый год в принципе был сложным для животных. Да, прошлый год был сложным, как и в первую очередь из-за наводнения, из-за обильных дождей, которые прошли все лето на территорию Амурской области. Поэтому это несколько затруднило животным и выведение потомства, потому что высокая влажность, низкие температуры плохо влияют на воспроизводство животных. Это затруднило им поиск кормов в осенний период, в зимний период. Но в целом службы, в первую очередь, те, которые отвечают за охрану животного мира, с ситуацией справились. И в этом году мы наблюдаем такую хорошую динамику животного мира и охраняемых видов, и охотничьих видов. Ну, собственно говоря, мы предупреждали, все специалисты говорили о том, что это наводнение в краткосрочном, конечно, немножко негативный краткосрочный эффект, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это наводнение окажет положительное влияние на животный мир, на природу Амурской области в целом. То есть даже так, даже положительно? Разумеется, разумеется. Ну, очень интересно. Как раз в последнее время вы занимались вопросом аистов, назовем это так. Да, ну, вопросом аистов мы занимаемся последние 10 лет, наверное. Вот последний месяц у вас просто был такой плодный, плодотворный работ. Да, последний месяц у нас, это ежегодная наша работа по противопожарной обработке гнезд, гнездовых деревьев и гнездовых опор дальневосточного аиста, потому что одна из основных проблем на территории Амурской области для этой птицы это гибель гнезд в результате подгорания гнездовых деревьев, в результате подгорания опор из-за того, что у нас проходят палы пожара по территории Амурской области достаточно часто. А если вот для того, чтобы нам понимать, да, сколько приблизительно гнезд вам приходится вот так вот обрабатывать каждый сезон? Мы работаем по нашим модельным территориям. Это три модельные территории в Амурской области. Это Амурский заказник в Константиновском районе, это Муравьевский заказник в Тамбовском районе и Березовский заказник в Ивановском районе. Это вот три территории, где мы очень плотно занимаемся аистом. С разной интенсивностью, но тем не менее мы там работаем. В этом году вот по этим трем территориям мы обработали 46 аистинных гнезд и плюс опоры, которые не заселены были, то есть наши треноги, наши корзины, которые были не заселены, но мы их все равно обрабатываем, потому что есть шанс, что в последующие годы они будут заселены птицами. В чем заключается вообще вот эта вот обработка? Что вы делаете? В принципе процесс очень простой. Мы при помощи бензотриммеров или там топоров, чего приходится, выкашиваем вокруг гнезда всю растительность. Это трава, кустарник. Потом все это отгребается в сторону, вся эта растительная масса, ну прямо до земли, чтобы минимум оставалась растительная масса. После чего дерево само или опора обрабатывается специальным огнебиозащитным раствором, который препятствует возгоранию древесины, который препятствует гниению древесины. Таким образом гнездо оказывается защищено и от огня, и в какой-то степени защищено от гниения, от повреждения какими-то вредителями. И таким образом мы продляем немножко срок жизни этого гнезда. Ну вообще, это как бы не первый раз происходит, да, эта мера уже известная. Насколько помогает? Мы этим занимаемся, мы это вместе с Директором особо охраняемых территорий, разумеется, уже около шести, наверное, лет ежегодно вот эта работа проводится по всем трем заказникам. И по вашим наблюдениям, то есть эти гнезда, они защищены? Да, срок жизни гнезд увеличивается, то есть гнезда уже служат, ну вот уже по десять лет некоторые гнезда на деревьях. Это как бы показывает, что работа достаточно эффективна. Ну и в целом-то отследить в первую очередь можно по количеству гнездящихся птиц. И вот у нас в этом году, это связано с наводнением, разумеется, прошлогодним, но тем не менее, вот у нас, например, в Амурском заказнике в этом году 26 жилых гнезд было. В прошлом году их было 10. А в Березовском заказнике у нас в этом году 6 гнезд, при том, что в прошлом году их было 2 или 3. Ну, в Муравьевском заказнике количество гнезд остается стабильным, оно не уменьшается и особо не растет. У нас в этом году там 13 гнезд было жилых. Ну, в Муравьевском заказнике немножко сложная ситуация, потому что там вообще очень мало гнездовых деревьев из-за очень частых пожаров, которые там проходят. Ну, а опор мы там установить не смогли. Ну, Юрий, вы мне тут рассказали интересный факт про аистов, да, который вот я и не знала, что оказывается они такие очень постоянные птицы, которые верны своему насиженному месту, поэтому так важно сохранять стабильное место. Это консерваторы. В отношении гнездования аисты могут гнездиться на одной опоре, на дереве или на опоре, в течение 10, 15, 20 лет есть гнездо в Белогорском районе, на котором аисты наблюдаются с 78-го года. Разумеется, это уже другая пара аистов, потому что аисты столько не живут, но тем не менее гнездо используется ежегодно, используется уже на протяжении всех этих лет. А почему эти птицы так любят опоры электропередач, здесь лэпы? Линии лэпы, это опять же связано у нас с недостатком гнездовых деревьев. Просто весь юг Амурской области, вся Зайскобуринская равнина по большей части распахана. У нас хорошие деревья остались как раз только в заказниках. Все остальные территории распаханы, заселены человеком, здесь дороги, здесь пастбище, деревьев мало. И где-то с 80-х годов аисты перебрались на опоры линии электропередач. Вот с 80-х годов наблюдается вот такое интенсивное расселение аистов вот именно по этим опорам. И это большая проблема, да? Насколько я могу понять? Это, в общем-то, проблема. В этом году мы ведем работу совместно с ДРСК как раз вот по этим вещам. Потому что аисты иногда становятся причиной биоповреждений линии электропередач, просто замыкает. Гнездо большое, ветки свисают, и в дождливое время просто ветка ложится на провода, происходит короткое замыкание, гибнут птицы, и происходит аварийное отключение линии электропередач. Поэтому вот в этом году на нас вышли электрики с предложением чего-нибудь придумать совместными усилиями. Потому что на самом-то деле скидывать-то гнездо аистов нельзя, потому что разрушение... И сотрудники ДРСК это тоже знают, да? А, это все знают. Потому что гнездо аиста, оно находится под охраной государства, оно находится под охраной законодательства. И гнездо аиста разрушенное стоит полмиллиона рублей вне особо охраняемой территории. Поэтому, как бы, вот эту проблему мы сейчас пытаемся каким-то образом решить, чтобы и электрикам было хорошо, людям было хорошо, и чтобы птицы не страдали при этом. Нет, даже представить себе не могу, что вы вообще, в принципе, можете в этой связи такое придумать, чтобы как-то этого момента избежать. Вероятнее всего, по... Ну, сейчас мы ведем переговоры, как бы, на самом деле. То есть, будь какие-то инженерные конструкции. Будем ставить птицезащитное устройство для того, чтобы аисты не могли заселяться на новые опоры, потому что, ну, это проблема. Параллельно предлагаем некие альтернативы в виде опор, стоящих рядом, чтобы... Специально, то есть, да? Да, специальных опор, чтобы птицы нет. А вот относительно тех гнезд, которые уже находятся на опорах, мы предлагаем проводить изоляцию проводов. То есть, есть такой опыт неотносительно аистово, относительно хищных птиц, особенно на юге Сибири, где тоже степи, где птицы хищные часто садятся на провода, и их убивают током, происходит замыкание. Там вот места, где подходящие близко к опорам, куда птицы обычно садятся, просто изолируют. То есть, есть специальные изоляторы, уже придуманные изоляторы, надеваются на провод, и в результате провод оказывается заизолирован, и проблема решается таким образом. Это, конечно, достаточно дорого, но это дешевле. Айтикально это можно решить? Да, это можно решить, да. Потому что есть определенные места, где айс гнездится, это не все линии ЛЭП, которые расположены в Амурской области. Юрина, вы вот столько лет занимаетесь действительно и этими прекрасными птицами, и другими. Тем не менее, насколько мне известно, в ходе ваших недавних командировок сделали для себя новое открытие, что у нас тут, оказывается, еще и другие птицы есть. Да, вот как раз при обработке гнезд аистов в прошлые выходные мы обнаружили в Амурском заказнике, впервые обнаружили в Амурском заказнике группу стяхов, то есть белых журавлей, которые гнездятся у нас в Якутии. Это один из наиболее редких видов журавлей в мире вообще. Их там численность очень низка. И вот они пролетом перелетают через территорию Амурской области, то есть его раньше фиксировали в Мурайевском заказнике, в Хинганском заповеднике, в Ганукане в заказнике. Его часто встречают на севере Амурской области. Но вот, по крайней мере, в Амурском заказнике до прошлых выходных стерхов не замечали. Причем, самое интересное, мы отметили их двумя независимыми, две независимые группы. То есть мы и Василий Антонович Дугенцов, который проводил учет этой журавлей в Амурском заказнике, тоже видел этих же самых птиц. Ну вообще птиц сейчас хватает у нас в заказнике? Птиц сейчас очень много. Потому что мы вот видели в Амурском заказнике стаю аистов где-то из 70 особей. Вероятнее всего, это как раз те аисты, которые гнездятся в заказнике и подтягиваются с других территорий. И Василий Антонович Дугенцов в Муравевском заказнике видел 435 птиц аиста в одном месте. Ничего себе! Большое количество утки сейчас по заказникам находится, ну и вообще в целом по территории. Довольно много журавлей прилетело, подтянулось с севера. Так что, в принципе, птиц много. Ну, прошло наводнение, обновились озера, залились лиманы. Поэтому птиц действительно в этом году много и в последующие годы ее тоже будет достаточно много. Юрий, ну если птиц у нас, слава богу, много, то тигров очень-очень мало, амурского тигра в частности. Насколько мне известно, мы не так давно проводили День тигра, 28 сентября. Удивительная, правда, погода совпала с этим событием, но как все-таки прошло мероприятие? Ну, мероприятие в целом прошло хорошо. Действительно, оно прошло хорошо, потому что дети подготовились очень хорошо. То есть они были в костюмах, они были в масках, они подготовили выступления в защиту тигров. То есть все было хорошо, но, к сожалению, погода нам значительно подпортила само проведение праздника, потому что смотреть на него оказалось некому. Ну, понятно. Тем не менее, мы сейчас лишний раз об этом рассказали, напомнили, я думаю, что можно будет еще устроить разок, и дай бог, погода привезет тоже. Будем смотреть, что с нашими тиграми будет в Амурской области. Ну, это тоже верно, это вообще главное. Что ж, Юрий, спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Мы всегда рады вас видеть еще. Хорошо, спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями был Юрий Гафаров, директор общественной организации Амурский социально-экологический союз. А вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи.